Всем здрасте! Снова я тут решила записать видос. На самом деле я дико хочу есть. Я вот сейчас пришла, ходила по делам и зашла в Дикси. Вообще зашла за чем-нибудь таким вкусненьким, не понять ни кем это у меня кот носится. Он нашел очередной игрушек свой. И что-то так думала, ну совсем чуть-чуть что-нибудь такое купить, рублей на сто. В общем у меня вышло где-то на 650 с чем-то. Ну вот такой огромнейший пакет. Ну и посоветовавшись с людьми смотрящими, я решила записать. Так как страничка канала в Кунтактике что-то сейчас пока как-то мало посещается, судя по просмотрам этих моих записей, я решила, что вопрос, наверное, бесполезнее делать, типа писать ли, ли обзор еды купленной в Дикси или не писать. Я решила тупо записать. Да, кстати, у меня там сейчас новая обложка, слушайте, я в таком восторге от этой новой обложки. Ну, если интересно, гляньте. Так, я достаю из широких штанин будникова брошюру. Смотрите, завидует я герой, но брошюру купила я в Дуру. Это я что-то вспомнила. Блин, я не поняла. Я брала один, а получилось два. Ну, я по чеку гляну, как они мне это пробили. Хрена себе, я думала, что-то там рассобачивается. В общем, гляну по чеку, что у меня там. Может, у меня действительно два пробилось, я брала один и не заметила. Короче, у меня тут почему-то купилось два хамона свиной из калокорок. Егорьевская фабрика. Ну, на самом деле, я не знала, что у Егорьевской фабрики еще что-то есть. Я у нее исключительно брала паштетик, который тут тоже есть. Он был что-то по скидке, это, по-моему, тоже было по скидке. И, короче говоря, это сидит в Афиге. Сначала сидела в радостном Афиге, когда писала по поводу шабашки своей товарищу, а товарищ мне скинул картинку, я так охренела радостно. Так и сейчас еще охренела от этого двух этих штук, тех, кто у меня в комнате. Короче говоря, этот паштет Егорьевский мне очень нравится. Он там натуральный-натуральный, я там, не знаю, лет 10 уже, наверное, покупают периодически. Еще бабусь покупала, себе покупала, сама покупала, вот сейчас опять купила. Тут что-то давно не видела и купила, причем купила дешевле, чем, допустим, лет 5 назад покупала. Что-то за 54 с копейками. Короче, у меня тут почему-то 2 хамола. Ну, более-менее такие это, ну, тут, конечно, 50 на 50, тут что-то нормальное, а что-то не очень. Тут свинина, соль, чеснок, сушеные, пряности, усилители вкус и аромата, вот этот самый натрия, аскорбин, аскорбат какой-то натрия, консерват калия, стартовая культура, фиксатор окраски, нитрат натрия. Еще за стартовая культура вообще понятия не имею, сделано тут с 1 октября и до 19 января, но сроком годности тут, оказывается, 55 грамм всего лишь. Ну, у меня тупо не получилось сваять мясо по типу как сало. Может быть, там, да, как-то было его свежее, а не то, которое я положил в морозилку, разморозила, потом сваял. Может, еще что-то, но я, правда, сваяла маленький кусочек, потом его тупо на сковородке поджарила, получилось вкусное соленое мясо. Поэтому я решила, что это замена колбасы, которую я как бы не ем уже давно. Тут у нас что-то бесится коты. Это у нас какое-то молоко под скидки, по-моему, я у них уже брала такое молоко. У меня тупо есть молоко, но вот у меня тут было молоко, но, короче, и оно коньки откинуло, хотя я на него сварила кашку, и оно отпрысло. У меня там есть еще какое-то молоко вскрытое, я подозреваю, что оно, возможно, тоже скоро отпрыснет, ну, или что-то с ним случится. Но я на него, блин, я распорганю. Да, мне тут намекают такие, я обычно намеки не понимаю, тут что-то поняла. Мне намекают, что надо снять, приготовить чего-то на камеру. Но мне совершенно некогда, я тут 3 дня потратила на все эти видосы, на прочую коленотень. У меня перевод висит. Я есть хочу. В общем, молоко, раздолье, что-то не знаю, около 40 рублей было. Тут даже нарисовано, что из него можно сделать, а то тупые люди не поймут. Для каши молочные коктейли, омлет, блины, готовые завтраки, ягоды, какао, выпечка. Молоко раздолье хорошо подходит. Ну, будем верить на слово. Так, купила я себе пряников. Ящина любить просто или просто любить воздушные. Пряники классические, беленькие. Я вообще что-то такого себе хотела. Чай в очи, я вспомнила, я же зашла исключительно за печеньем. Купила пряники, они мягкие. Вот такие пряники. Ни разу не пробовала. Так, у меня тут есть одна хурмина. Я тут как-то купила две хурмины. По совету, сначала суну их в холодильник, потому что мне что-то глюкнуло, что их надо в холодильник засунуть, чтобы они созрели. Оказалось, их надо держать вне холодильника. В общем, одна у меня еще как-то более-менее зрелая была, вторая, я тут на них доедала. В общем, как-то она не хотела зреть. Это более-менее мягкая. Из всего, что там было. Там была вроде как более-менее такая зрелая, но она уже как-то приказала долго жить, там слегка плеченью пошла. А была вот такая, в общем, я ее выбрала. Ну, и, наверное, на окне слегка подержу, а потом захамятим. Вот тот самый хваленый паштет из печени в Егорьевской фабрике. Кстати, в Егорьевске как раз эта гринмама обитает. Колбасная грастрономическая имени кого-то там. Афанасьева паштеты с печенью мясной. Что у нас тут в составе? Свинина, печень говяжья, бульон, в скобочках вода, мясной навар, морковка сушеная, лук сушеный, соль, сахар, песок и перец черный. Ни хрена не понимаю, вот на хрена туда сахар кидают. У меня бабушка винегрет тоже сахар кидала на какой-то хрен, он салатким становился. Тут 150 грамм, он у нас сделан 18 ноября и сроком до 8 декабря. Там, кстати, он зафольгирован. Мы уже вон, мы в смысле Яшка грызем этот, в смысле Тишка, я учу, что Яшка это было, коробочку из-под Ифраше. Вот, я, кстати, я что вспомнила, я покупала уже этот сыр, по-моему, даже его рекламила. Ну, в смысле этой марки сыр диксиевый, но там был какой-то другой сыр. В составе я так поняла, что сейчас все сыры плюс-минус с этим самым красителем Анато и с какой-то еще хренотенью. Тут у нас Милкер, по-моему, Митлер, Миткер, Миткен, Короче, хрен знает, как это, а ЛТ это, ты поймешь, что Майт, Минт, я почему-то Минтом собираюсь, все время обзываю. Товарищество на вере сыр Стародубский. Вот сейчас увидела, город Стародуб. В общем, тут что-то, он тоже по какой-то скидке был, 99 с копейками, ну, грубо говоря, 100 рублей за 250 грамм. Я думала, что мне, наверное, все-таки нужен сыр, а я тут покупала сыр нарезке, я поняла, что сыр нарезке лучше не покупать. Там, либо под видом свежего продают какую-нибудь хрень, и он успевает портиться раньше, чем есть, либо какую-нибудь просрочку. Ну, короче, лучше не покупать нарезке сыр, и вообще даже он по скидке все равно выходит дороже, чем вот брусочком. Потому что он у меня притащила, я на работу, посидела, ну, там, поела, принесла домой. Он у меня в холодильник сунулся, и я вдруг понимаю, что как-то чем-то странно так пахнет. Но у меня этот товарищ его периодически ест, и я ему дала чисто в пакетике. Он поел-поел, потом перестал есть. Я решила, что, наверное, сыр уже откинул к анти, его надо выкинуть. У меня тут есть 4 конфетки, точнее 5 конфеток. Это это, я нарезку пила халва глазированная, шоколадной глазурью, Ротфронт, вообще люблю эту халву. Не, я вообще люблю халву. Когда мне верующий в Лёльку подписчик прислал конфеток с халвой, и сказал, что, типа, если ты любишь халву, я еще так удивилась. А может, я уже говорила, что я люблю халву? Что за? Ну, я рассеянная. У меня Маня обозвала тут на днях лох-паранойик. Так и есть. Это я вчера еще хотела записать видос там, но я, наверное, уже завтра пишу, потому что действительно совершенно некогда. Вон даже кот чихает. Говорит, как бы, да, некогда. А может, его кто-нибудь вспомнил, судя по азиатскому обычаю. Короче, этот видос у меня на Большадриду. Ой, пардонте. Короче, посвященный что-то там дружбе. Запрос у меня в этом ВКонтакте висит. В общем, я собиралась этот видос записать, но вот запишу, наверное, может, завтра, может. Ну, короче, в ближайшие дни 5 запишу. Ну, это как раз там вот отсюда туда моя характеристика психологическая. Ох, паранойик. Это у нас игра минтая, пробойная соленая. Я на работе там с соседкой по другому магазину, периодически бутербродики хаваю. Она вот чуть меня подсадила. Я как-то уже покупала какую-то икру. Какой-то тоже такой рыбы. И она была какая-то такая странная. Вот сама по себе она как-то, ну, тупо как вот сварили икру или поджарили у рыбы икру и слопали. Вот такая какая-то. Хоть там масло было добавлено. Но, в общем, если на черных хлебушек масло зафигачить, а потом кто икры. Вот вторая икра, которая обычно продается в магазине, я пока не минтая, я забыла, как ее звать. На языке крутится. И даже не по тосу, какая-то другая икра. Ну, и, короче говоря, если на сливочное масло ее зафигачить, то вкусно. А если вот просто ей помазать хлеб, то не очень вкусно. Не знаю, как это вот будет. 130 грамм. Тут масло, правда, какое масло, непонятно. Она уж решила купить, думаю, в принципе. Да, тут это. Соль поварен, масло растительное. Кто его растил? ХЗ. Ну, да ладно. У меня тут две сметаны. Я тут сметану уже как-то брала. Я не помню, понравилась она мне или нет. Но я увидела ее по скидке и решила взять. Состав у нее вполне нормальный. Сливки, закваска кисломорозочных этих самых культур. 15% жирности. Большая кружка. И еще взяла свою любимую сметану. Она тоже была по скидке. Ну, на случай, когда вот у меня иногда есть сметана, я ее слопаю и забуду купить. А тут вроде как есть сметана, слопала. Тут еще есть. В общем, простоквашинская моя любимая сметанка. 15% жирности. Они, кстати, по-моему, до 10-го этого самого. Нет, это до 11-го декабря. А вот это до 10-го декабря. В общем, вот простоквашинская сметанка. Что-то 29 с копейками была. Я думаю, она так примерно и стоит. Это безнаценно. Тут у меня какие-то конфетки. Типа Марса. Чоко Дрим. Шоколадная Нуга и Карамель. Так, по-моему, их тоже 5. Без понятия, сколько они стоили. Я, честно, на разыграла. Халвата, она что-то около 40 рублей за 100 грамм. Тут у меня бычки обжаренные томатным соусом. Я как-то хотела с ними суп сварить, но что-то открыла. Я не помню, что такое случилось. Но, в общем, я про них забыла. У меня часто бывает, я забываю про еду. И у меня их съел ход. Это он коробочку носил. Потом я как-то варила с ними суп. Вообще, я думала отварить картошечки и съесть вот это с ними. В общем, не знаю. Если мне сейчас охватит голодных сил сварить этой картошечки, то я сварю. А если нет, то буду делать бутербродики. Потому что я себе купила лавашек. Лавашек. Лавашек армянский. Правда, он вчерашнего дня выпуска и сроком до 25 ноября. До 6 утра. Но, мне кажется, там это... Он и подольше может пожить. Я, конечно, хотела бы поменьше лавашек. А турсовский, допустим. Он на 200 грамм бывает. Тут 400 грамм. Но на турсовского не было. Был вот такой тоже вкусный. Чего-то около 40 рублей. У меня тут еще есть бананы. Слегка зеленые. И они слегка в двух местах треснутые. Вообще, я видела там зеленые бананы. Такие зеленые. Совсем зеленые бананы. Ну, что-то они так выглядели. Будто их вот принесешь домой, они сразу пожелтеют и станут черными. Вот баланы. А еще мне выдали какую-то хрень. Видимо, снова эти прилипалы задействовались. Веселые прилипалы. Вообще, я их сейчас открою. А потом, наверное, кому-нибудь отдам. У меня вообще была где-то уже какая-то уточка прилипала. Ух ты, тут по ходу дела морковка прилипала. Вообще, не знаю. У меня мелочь кузатая собирает. Тихо прилипало. Ну, или так, может, кому-нибудь пинтюрик. Мало ли вас. Людей. Кот что-то как-то усиленно носил. Слушайте, он ее так вот это... Надо снимать специально. Вот, ну, когда его пытаешься на камеру его снять, он как-то не хочет базировать. Он так лапами отбирает кусочки, картоночки, а зубами отсыпляет то, что отбирает лапами. И так усиленно к штативу прихреначивается. В общем, вот такая у меня была обзорная покупка. Если вам захотелось есть, как мне, то я очень рада, потому что не я одна голодная была. В общем, всем спасибо за просмотр и пока!